Основным экспозиционным материалом стали открытки из личной филокартистской коллекции Александра Дударева. К ним присоединились фотодокументы, женские аксессуары и городской костюм конца XIX – начала XX веков из фондов музея-заповедника. Основной акцент выставки сделан на презентации предметов женской бытности, что в начале весны весьма символично. Первая открытка моя – это открытка, которая была отправлена из Германии в усадьбу Костина, где проживал Николай Яковлевич Никитинский, известный селекционер картофеля. Эту открытку отправила матушка своей дочери Ольге Николаевне, и в ней она рассказывала, как они с отцом отдыхают на водах. В принципе, люди в то время писали в открытках фактически то, что мы сейчас пишем в электронной переписке. Александр не только собрал эти письма, но и узнал биографии от правительниц и получательниц. Например, эта старинная открытка пришла в Рязань 26 марта 1912 года на улицу Нижняя Николы Дворянскую. Ее высокоблагородию Павле Алексеевне Соболевой. Прошло 109 лет, сменился век и уклад жизни. Уже практически не шлют друзья и знакомые друг другу бумажных открыток, а дом стоит на прежнем месте. Кстати, он был первым частным зданием в городе Рязани, подключенным к электричеству от центральной станции в 1913 году. И вот эта открытка на несколько мгновений очутилась там, куда ее принес когда-то рязанский почтальон. Проект возвращения старинных открыток к рязанским домам продолжается, и постепенно он превратился в целую тематическую подборку, часть которой можно увидеть в Рязанском Кремле.